Дорогие друзья, приветствую вас на канале J on the way. Сегодня хочу вам представить подборочку трейлеров. Это не топ, а именно подборка трейлеров, которые я использую и которые вам рекомендую. В данной подборке будет 10 трейлеров разного вида и типа. И также плюс один трейлер будет для легковых автомобилей. Поехали! Итак, первый трейлер у нас Feltbinder Keep Trailer Pack. Это у нас прицеп для сыпучих грузов. Он автономный, приобретается в собственность, совместим с стандартными аксессуарами и также имеет несколько своих аксессуаров. В интернете вы можете найти немало скинов для него под разные регионы Европы. Будет ссылочка в описании, вы можете их по ней найти. Итак, давайте посмотрим. Находится у него своя иконочка, видим, FFB. И вот так вот он выглядит. Так, вот его характеристики. 12,75 метров. Заходим в конфигурацию. Такая раскраска, конечно, мало кому понравится. Здесь я уже установил пак скинов европейских компаний. Вот скриншот, по которому вы видите, как их устанавливать. То есть, скины у нас выше основного мода. Давайте рассмотрим детальный наш трейлер. Он у меня уже был на обзоре, на коротеньком обзоре. Мне очень понравилась вот эта детализация. Очень даже детализированы здесь и лестнички. Очень красиво и до мельчайших деталей все проработано. Давайте смотреть, какие у него есть опции. Итак, по типу шасси у нас только один экземпляр. А вот по конструкции у нас есть несколько вариантов. Давайте посмотрим. Добавлен 52 м метров кубичных. Давайте посмотрим. Вот такой он. Видим, что по форме он изменился. Вот есть такой вот малыш. Так, давайте я вот так вот поставлю, чтобы вам было видно. Достаточно неплохо смотрится. 63 метра кубичных и 60 метров кубичных. Это АДР. Вот у нас горючие вещества будет он перевозить. Ну, давайте на его основе и посмотрим. Довольно-таки длинненький получился. И давайте смотреть, что у нас по шасси. Шасси 13,2 метра. Давайте посмотрим, можем ли мы их изменять. Да, мы видим, что у нас шасси меняется. И вот такой вот он маленький. Выберем с подъемным шасси. Выберем вариант с подъемной осью. И теперь переходим к покраскам. Как вы видите, что здесь у нас есть под этот танкер два варианта раскраски. Именно под этот танкер. Кстати, давайте попробуем поменять какое-то другое. Поставить вот такое, например. Видим, что здесь уже только один вариант. То есть, если вы поставили пак скинов, то не значит, что каждый скин будет подходить под каждое шасси. Так, возвращаем. Давайте вернем. 13,2 метра. Я использовал, есть вот такой танкер сервис. Я использовал вот такой вот скин. Он, кстати, автоматически и применяется к Вольво. К одной из моделей Вольво. Вы увидите уже, когда мы посмотрим его в игре. Давайте покрутим еще раз. Ну, смотрите, очень даже интересно смотрится. Еще и скинчик довольно-таки неплохой. Теперь посмотрим, что у нас по опциям. Опции видим, что у нас только внизу и сзади тоже есть. Давайте посмотрим, что мы можем изменять. Так, что-то будет убираться. Это защита, я так понял. И добавляются тулбоксы. Вот такие вот. Смотрится весьма интересно и очень даже детально. Сейчас уберу точечки. Вот так он будет выглядеть. Очень даже неплохо. Посмотрим, что у нас сзади. Смалбокс тоже можем добавить. И еще один тулбокс вот такого вида. Смотрите, здесь даже кнопочки есть. Когда все-таки он уже приезжает на разгрузку, то ним нужно управлять. Здесь все это очень детально прорисовано. Давайте посмотрим, что у него внизу. Есть три брызговика. Это paint job. Вот так вот выглядит. Стандартный. Ну, видим, что не отличается. Немножечко цвет другой. И эксклюзив вот такой вот. Давайте его поставим. Так. И задний бампер также меняется. Давайте посмотрим, какие виды его есть. Видим, что вместе с бампером у нас также изменяется освещение. Очень-очень детально. Даже не знаю, какой мне понравился. Давайте поставим потемнее. Следующая точка у нас отвечает за номера. Давайте номерки здесь повесим. Точка выше добавляются разные значки. Например, вот такой вот поставим. Как мы видим, что значки эти же можно применять и на бампере. Давайте здесь продублируем 60-ку, чтобы не сильно гнали. Ну, и видим, что точек по значкам довольно-таки много. Вся задняя часть практически не усеяна. Так, сверху мы добавляем еще какие-то крепления или что. Это, я так понял, это тоже освещение у нас на таких вот маленьких кронштейнах. И полный набор аксессуаров будет выглядеть так. По колесам, естественно, мы можем менять. Это тут уже стандарт. Так, эта точка у нас, бокс только с другой стороны. Но я думаю, что хватит. Ну, с таким количеством деталей, я думаю, что проблемы с производительностью вполне могут и появиться. Очень детальный трейлер у нас. И давайте глянем, что у него по грузам. Итак, заходим на Job Market и смотрим именно грузы, а не прицепы. И видим, что у нас здесь мука, еще какие-то... Давайте посортируем по данному городу. Ага, в этом городе нет. Ну, видим, что всякие сыпучие предметы. Раз, два. Достаточно много грузов. Даже вот в Литве я нашел без проблем. Так что с этим проблем не будет. И давайте посмотрим на него в игре. Итак, мы в игре. Давайте рассмотрим то, что я говорил, что скин применяется также отдельно для Вольво. Глоб троттер, видим, FH. Тоже применился скин. То есть он доступен для выбора. То есть вы можете его ставить или нет. Но сейчас он с цистерны выглядит очень даже ничего. Давайте посмотрим, есть ли анимация опор. Да, видим, что опоры у нас опускаются. И мы можем без проблем выехать из-под нашего трейлера. Так. И вот наш трейлер в отцепленном состоянии. Видим, что в игре она выглядит даже лучше, чем в гараже. Очень много всяких деталей. И давайте приходить к следующему трейлеру. Далее у нас идет самосвальчик. Корнель Типпер Трейлер. Версия 1.0. Только недавно он появился в модах. Итак, его преимущество. Короткое и длинное шасси. Открытый вариант. Продвинутая сцепка поддерживается. Кабели. Подъемная ось. Анимация опор. И, естественно, красится. Тюнинг также есть свой небольшой. Ну, по тюнингу я сразу скажу, предыдущему трейлеру он сильно проигрывает. Как видим, есть свой разделчик. То есть он автономен. И давайте взглянем на его характеристики. Длина 14 метров 62 сантиметра. И смотрим его конфигурацию. Вначале изучим модель. Посмотрим на детальность. Видим, что цепление для кабелей есть. Здесь также какой-то кабель проходит. И идет куда-то туда по кузову. Есть защита. Тулбокс. Везде установлены Корнель. Брызговички. Единственное, что мне нравится. Вот это накрытие. Оно достаточно сильно блестит. Как-то нереалистично смотрится. И давайте посмотрим, что у него по нашим конфигурациям. Тип шасси только единственный вариант. Тип тела тоже единственный. Следующее у нас идет Extended. Это удлиненное шасси. Для чего оно используется, я к сожалению не знаю. Выглядит не очень хорошо. Как будто тут еще место под что-то. Но я думаю, что это для какой-то разгрузки специальной. Вряд ли сюда еще дополнительно грузы будут ставить. Итак, переходим к покраскам. Покраска у нас только одна. В свой цвет. Каких-то скинов не предусмотрено. Давайте попробуем прокрасить. Видим, что основной кузов этого самосвальчика не красится. Красится только некоторые элементы. Ну, давайте какого-то красного цвета или синего. Давайте синий вот такой вот сделаем. Вроде бы смотрится неплохо. И переходим к тюнингу. Так, здесь у нас есть точка. Давайте посмотрим, за что она отвечает. Она как-то посредине. Она красит наше шасси в цвет нашей покраски. То есть, если бы мы покрасили в красный, то шасси тоже было бы красного цвета. Я считаю, что это плюс, конечно же. Так, следующий открытый тип. Посмотрим, как он выглядит. Вот так вот будет выглядеть наш гравий. Гравел написано. А, вот так вот у нас выглядит асфальт. Это уже накрытый тип. Вот эти как раз два типа. Ну, давайте этот тип и оставим. Переходим теперь к игровому тесту. Ну, вначале посмотрим, какие грузы он может возить. Итак, давайте посмотрим грузы под него. Идем в грузы. И сортируем, допустим, по этому городу. К сожалению, в этом городе нет. В этом нет. В этом нет. Давайте искать. Вот здесь мы нашли. Да, есть такой небольшой недостаток. Например, в предыдущем моде мы могли найти грузы в любом городе. Здесь же нам приходится искать, где тот же асфальт, где тот же гравий. Так что есть в этом определенный недостаток. Идем дальше. Итак, следующим образом выглядит наш самосвальчик. Довольно-таки неплохо. Я выбрал тип открытый плюс короткое шасси. Довольно-таки неплохо. Посмотрим сзади. Как видим, кабели у нас прицепились. Все нормально. Теперь попробуем его отцепить. Нажимаем на сцепление. И видим, что опоры у нас анимированы. Все. Теперь мы можем спокойненько выезжать из-под него. Все. Вот так он будет выглядеть. Следующим образом выглядит наш самосвальчик в отцепленном состоянии. Идем дальше. Далее у нас идет рефрижератор. Адас 9786. Видим, что у него есть свой раздел Адас. Давайте посмотрим его характеристики. И что по заявленному. Очень довольно-таки скромно. Одно шасси, один кузов, один скин. Как мы видим, софтрансавто. Кабеля поддерживаются. Небольшой тюнинг. И анимации опор, к сожалению, нет. Давайте смотреть его конфигурацию. Вот так вот он выглядит. Детальность довольно-таки неплохая. Видим, что значки уже повешены. Беларусь, Тир. Значок русский. И применен скин софтрансавто. Рефрижератор такой. Видно, что поношенный. Видим, что здесь потертости всякие. Это довольно-таки неплохо смотрится. Теперь давайте пройдемся по конфигурации. Как и сказано, что одно шасси. Один кузов. Шасси видим, что у нас двухосное. И по цветам, естественно, у нас ничего изменяться не может. Ну, к сожалению, так и есть. Но я надеюсь, что в дальнейшем будущем будут добавляться скины. Хотя бы от сторонних разработчиков. Что по деталям. Давайте уберем точки. Видим, что у нас здесь все довольно-таки детализировано. Есть запасочка. Разные тулбоксы, бак. И сам у нас холодильничек здесь впереди. И теперь давайте посмотрим, какие грузы он может возить. Итак, давайте будем проверять, какие к нему грузы подходят. Cargo Market. Выберем конкретный город, где находимся. И видим, что рыба, цветы. Все есть. И давайте посмотрим на него в игре. Немножко я запачкал наш Камазец. Но видим, что сам прицепчик выглядит великолепно. Давайте проверим, как работают его габариты. Итак, пробуем ехать. Задние тормоза проверяем. Работают. Задний ход. Одней отдельной лампочкой. Опять стопы. Поворотники. Все отлично работает. И теперь смотрим на капели. Капели видим, что у нас сцепились. И отлично работают. Опоры у нас не анимированы. Но на всякий случай сделаю расцепку. Расцепку. Выехали из-под него. Заезжаем снова. Никаких совершенно проблем не возникает. И давайте смотреть уже следующий трейлер. Итак, не меняем Камаз. Как раз топливная цистерна. Следующий наш трейлер подходит под него. Я единственное изменил окраску. Довольно-таки скромненький по конфигурации наша цистерна. Но имеет свои скины. И это очень интересно. Давайте смотреть ее конфигурацию. И также еще минус то, что она заменяет стандартные трейлеры. Она лезет в стандартные трейлеры. Что я сильно не люблю. Но все-таки она единственная в своем роде, которую я нашел. Видим, что сам скинчик огнеопасно. Хотелось бы, чтобы он был больше потрепанный. Вот, например, Камаз. Сейчас я пристегнул. Заметьте, как изношен Камаз. И какая у нас цистерна. Видим, что кабели у нас пристегиваются. Это тоже плюс. Видим, что по типу только один. По кузову один вариант. По шасси есть вариант трехосный. Но мы оставим двухосный. Так, теперь переходим по краскам. Какие тут есть скины. Всего их пять, как мы видим. Огнеопасно. Битум. Тоже какой огнеопасно. Только какой-то фирмы. Рост нефть. И ТНК. Огнеопасно. Только ТНК. Ну, давайте пристегнем к нему наш Камаз. Ну, вполне себе нормально. Давайте Рост нефть выберем, наверное. Рост нефть оставляем. И давайте посмотрим, как сделана детализация. Все вполне детально. Есть много всяческих деталей. Сзади уже значок установлен. 80. Есть габариты такие выносные. Смотрим, что у нас по кастомизации. Точки все-таки есть. Здесь мы можем менять защиту. Тулбоксы ставить. Вот так вот. Ну, в отличие от Odaz, тут все-таки есть точки. Также мы можем добавить дополнительный свет. Вот такую вот деталь добавляем. Что у нас здесь? Также Toolbox, Water Tank, Painted Box и тот же, только хромированный. Ну, давайте ставим Painted. А сюда поставим, например, вот этот водяной бак. Так, что у нас сзади? Сзади у нас брызговики в двух экземплярах. Вот этот брызговичок мы видели перед этим. Теперь смотрим, какие варианты по нашим бамперам задним. Ну, вот этот выглядит неплохо. Как раз цвет красится. И что у нас вверху? Вверху мы можем вешать разные таблички. Как мы видим, здесь разные коды. По-разному. Вот есть дизель у нас. Петролиум. Давайте такой вот поставим. Хорошо. Следующая точка у нас Paint. Здесь, к сожалению, ничего не убирается. Я так понял, вот эта задняя как бы крышка. Сверху мы видим тоже у нас довольно-таки детально. Лестница есть. Ну, выглядит довольно-таки неплохо, я вам скажу. Давайте посмотрим на грузы, которые он может... Заявлено, что есть свои грузы. Давайте на это посмотрим. Итак, идем в грузы. Выбираем по конкретному городу. Давайте пощелкаем по городам разным. Да, видим, что проблем с нахождением груза для него не будем. Видим, что здесь битум отдельно. Авиационное топливо. Видим, что, ну, некоторые названия все-таки сохранились от игры. А некоторые свои. Авиационное топливо 10 тонн. Специально посчитал, какие еще виды топлива. Также, кроме авиационного топлива, еще битум и мазут есть. Так, давайте посмотрим на нашу цистерну. Выглядит неплохо. Немножечко отъедем. Кабели у нас сцепились. Давайте рассмотрим, как это все выглядит. Выглядит неплохо. Давайте включим ночь. И смотрим на габариты. Стопы работают отлично. Задний ход. Две лампочки. Повороты. Повороты тоже отчетливо видны. Здесь никаких претензий. Включаем аккуратно на день. Теперь давайте проверим анимацию опор. Анимированные опоры. С этим все хорошо. Пробую выехать из-под нее. Отлично выезжает. Немножечко, конечно, цистерна низко сидит. Видим, что входит в текстуры. Но проблем с зацеплением нету никаких. И анимация есть. Приподнята, видим, чуть-чуть цистерна. Кабели у нас прицепились. Все нормально. Идем к следующему трейлеру. На этом месте должен был быть самосвал Бенсон. Но его, к сожалению, плохо портировали в Евро Трак Симулятор 2 из Американ Трак Симулятор. Так что на это место я поставил цистерну. Итак, BCL LDS. Husky Dealer, по-моему, так у нас называется раздел. Давайте посмотрим ее характеристику. Длина 13,31 в метрах. И смотрим саму конфигурацию. Сразу скажу, что тут очень мало тюнинга. Но зато есть свои скины. Давайте рассмотрим подробненько цистерночку. Выглядит замечательно. Особенно мне нравится вот этот здоровенный. Тут просто целый шкаф. Я так понял, это здесь происходит заправка. Там всякие тулбоксы еще присутствуют. Видим. Так. И давайте посмотрим, что у нее по характеристикам. Видим, что все у нас в единственном экземпляре. У нас трехосный он. Она точнее, это цистерна. И давайте посмотрим, что за скины. Ну, во-первых, с Custom Color все красится. Отлично. Свой цвет можно покрасить. К сожалению, дальше я не могу ее отодвинуть. Будем смотреть под углом. Итак, что по скинам. Первый скин вот такой вот. Орлен. Газпром нефть. Грасс. Это у нас идет огнеопасно. Прикольненько смотрится. Была у нас уже цистерна огнеопасно. И вот еще такой вот вариант. Теперь Look Oil. И вот такой вот интересный скин. Рожа. Так посмотришь, вроде бы ничего необычного. Просто красный такой трейлер. Точнее, цистерна. И смотрим сзади. Вот такая штука. Веселая штука. Ну, блин. Добавляет настроение. Особенно, когда включаешь от третьего лица. И стандарт вот такой вот цвет. Кстати, цвет очень прикольный. Такой вот с переливом голубой цвет. Очень прикольно смотрится. Так. И дальше у нас просто белый цвет. Ну, давайте выберем Look Oil, например. Так. И переходим к внешнему тюнингу. Ну, это я уже начал заговариваться. На самом деле, цистерны нет внутреннего тюнинга. Ну, конечно же, мы можем менять диски и шины. Как мы видим, диски свои и шины свои. Это, по-моему, один из немногих трейлеров представлен в обзоре, который имеет свои диски и шины. Так. И смотрим последние две точки, которые здесь есть, единственные сзади. Итак, первая точка у нас добавляет фары. Если мы это не сделаем, их просто не будет. Ну, даже не знаю, какие прикольные. Вроде бы вот эти смотрятся получше. И здесь у нас добавляется брызговичок в единственном экземпляре. Ну, он показывает здесь стоп, объезд сюда. Довольно-таки неплохая цистерна у нас получилась. Давайте посмотрим, какие грузы мы можем на нее брать. Итак, пристегнул я нашу цистерну к мерседесику. Приблизительно подобрал цвета, чтобы были похожи. И давайте смотреть, что по работам. Заходим в Cargo Market. И видим, что под цистерны у него есть свои грузы. Сортируем по Бресту. Сортируем по разным другим городам. Видим, что во всех городах мы можем найти грузы. Аммиак. Аммиак. Пусто. М5. Даже пустую цистерну нужно перегонять, конечно же. Пропан. Видим здесь. Круз. И еще раз пропан. Итак, мы в игре. В игре она тоже смотрится весьма замечательно. Видим, что я с цветами угадал хорошо. Покрасил в бело-красный цвет наш Actros. И они просто прикольно так дополняют друг друга. Давайте немножечко отъедем. Посмотрим на габариты задние. Потому что у того же самосвала Benson, который я хотел вставить в этот обзор, были проблемы с габаритами и с текстурами запаски. Так. Стоп. Задний. Видим, что я выбрал весьма пристойные такие задние габариты. Хорошо видны как стопы. Ну, стопы, конечно, маленькие, я считаю. Но вот когда сдаем назад, то отлично светят огни. Поворотики пробуем. Поворотики также работают. Все отлично. Следующее, что мы посмотрим, это анимацию опор. Сейчас подлезем под него. Ну, я думаю, так будет очень хорошо видно. Так, расшвартовываемся. Так, ну, по-моему, анимации нет. Да, у нас идет просто расцепление. Но, к сожалению, да, здесь есть такой недостаток. Давайте немножечко я отлечу и посмотрим, как... Видим, что когда я отцепляюсь, то наша цистерна вверх приподнимается. Давайте выйдем из-под нее. Все, никаких проблем видим. Она видим такой формы, как раз чтобы наш грузовичок заезжал под нее. Очень удобно. Пробуем назад сдать. Так, аккуратненько. Видим, когда я подъехал под цистерну, она немножечко отцепилась. Но я ее не толкал. Все нормально. Нажимаем зацепиться. И вуаля, мы снова в деле. Видим, что кабели прицепились. Кабели тоже поддерживаются. Единственный недостаток, мало тюнинга. Это раз, хотелось бы какие-то значки сзади вешать. И второе, это анимация опор. Ну, хотя, для кого как. Мне, например, анимация опор особо не важна. Главное, чтобы трейлер, цистерна, самосвал выглядели хорошо. И имели приятный внешний вид и скины. Здесь это все есть. Следующий трейлер у нас уже от автора того же, что и делал трейлер Корнель. Здесь у нас уже Flatbed, Well Trailer. Давайте смотреть его конфигурацию. Вот так вот выглядит наш трейлер. Согласитесь, очень необычно. Давайте смотреть, что мы можем здесь изменять. Так, здесь у нас один тип. Кузов один тип. Шасси тоже один тип. Что по покраске? Видим, что меняется только низ нашего трейлера. Но это также довольно-таки неплохо. Хоть что-то меняется, хоть какое-то разнообразие. Давайте приблизим, посмотрим детали. Без груза, естественно, трейлер смотрится не очень. Теперь давайте смотреть, что у нас по нашему тюнингу. По тюнингу видим, что внизу точку. Давайте смотреть, какие тут грузы. Вот такая вот штука. Какие-то там плиты. Контейнера, видите, на таких блоках стоят. Очень интересно. Катушки какие-то, кабелей. Здесь у нас трубы. И последний груз, это вот такие доски. Доски, кстати, выглядят самые симпатичные. Они более детальные, чем остальные грузы. Так, что у нас еще за точки есть? Вижу еще одну точку. Слоты. Здесь мы можем добавить точки освещения по всему периметру. Так, остались у нас сзади точки. Давайте смотреть их. Видим, что мы можем заменять наши задние габариты на кастомные. Очень даже хорошо. В других модах такого не было. Но, может, это и к лучшему. Потому что это большая морока. Каждую точку здесь проставлять. Что по брызговикам? Два варианта. Давайте вот такой поставим. И посмотрим, что у него с грузами. Так, переходим в раздел грузов. И видим, что грузы к нему есть. Все цепляется нормально. Давайте выберем любой груз, который в данном городе, кстати, нет. Вот это вот в Нанте полно грузов. Придется ехать в другой. Даже видите, что в каких-то мелких городах также есть грузы. Но вот именно в Бресте, где мы находимся, где у нас гаражик, груза нет. Вот как такое получилось, что именно здесь нет грузов. Но грузы к нему вполне можно найти. Возможно, нужно перемотать время. Тогда он обязательно появится. Давайте посмотрим на него уже в игре. Итак, наш флэтбет вид сверху. Давайте осмотрим его. Видим, что все у нас сцепилось. Задние габариты. Я даже не знаю, как посмотреть. Нужно немножко отъехать, потому что длинный прицеп. Отъезжаем. Все, теперь у нас задние габариты. Видим, что стопы работают. Задние работают. Поворотники. Поворотники хорошо реализованы. По 4 штучки. Их будет довольно-таки хорошо видно. Так. Кабели, видим, у нас сцепились. Теперь давайте попробуем, что у нас с опорами. Есть ли анимация. Да, анимация есть. Выезжаем из-под него. Все отлично работает. Все замечательно. Повторяюсь, если в вашем городе нету груза, то просто перемотайте время и консолью, и он обязательно появится. Идем к следующему трейлеру. Дальше у нас снова самосфальчик. Фрюэхауф, если я правильно прочитал. Типпер. ВФК. Вот такие его характеристики. Длина 1160. Смотрим его конфигурацию. Достаточно скромненькая комплектация. Но все-таки тут есть у нас что изменить. Вот так вот он выглядит. Видим, что сзади габариты еще не устанавлены. Только отражатели. Так. И здесь все скромненько. Видим, все в единственном экземпляре. Длина 11,6 метров. Трехосный. С одной подъемной осью. Что у нас по нашим изменяемым частям. То есть можно оставить сток. Красное шасси у нас. Или же покрасить в какой цвет мы хотим. Видим, что он красится. Давайте черный оставим. Немножечко сероватый. Давайте вот такой, чтобы лучше детали было видно. Теперь переходим к самим деталям. Здесь у нас внизу запасочка. Ее можно убрать. Раз нет запаски. Над запаской можно ставить разные тулбоксы. Пластик бокс, ватертанк. Пластик бокс плюс ватертанк. Ну, я давайте вот такое поставлю. Так, вроде бы все. Что здесь у нас заточка. Так, well cover. Это у нас фендеры. Тоже под цвет красится. Можно сделать их пластикового цвета просто. Или давайте ставим их черным. Так, теперь переходим назад. Во-первых, это отражатели. Сейчас установлены во всех позициях. Можно только снизу. Можно только по бокам. Я ставлю везде их. Что по брызговикам. Зачем-то тут брызговики отдав. Может вы на дафе будете ездить. Стандартный полный такой брызговик. И такой брызговичок мы уже не раз видели. Табличку можно снять, надеть. С номерной знак точнее. Здесь ставятся точки. Вот эти не нажимайте. Это наши габариты. Можно вот такую, например, точечку поставить. Вот так она будет выглядеть. Так, с этим мы разобрались. Убираем ее. Так, и все-таки здесь габариты нужно поставить. Здесь ставятся габариты. Не знаю, почему так сделано. Кстати, left и right. Давайте не перепутаем. Здесь у нас ставится... Так, уже что-то перепутал. Здесь мы поставим right. И здесь мы ставим left. Все, теперь правильно. Убираем точки. Вот так вот будет смотреться. Ну, не знаю, зачем это так сделано. Но факт остается фактом. То есть, вот эти габариты можно по низу двигать. Так, убираем эти точки. Здесь у нас... Это мы уже смотрели. Здесь у нас отражатели. Все, все точки мы прошли. И давайте посмотрим, что у нас с грузами. Итак, идем в грузы. И проверяем. Мы в небольшом городке Брест. Видим, что грузы здесь находятся. И куда мы не посмотрим. Везде грузы есть. Так что это очень хорошо. Ну, что тут у нас? Мука. Две муки. Два зерна. Грузы очень легко найти. Переходим к игре. Коней на переправе, как говорится, не меняет. Я остался на той же скане. Почему у нее поворотник включен? Видим, что кабели у нас сцепились. Давайте посмотрим задние габариты. Раз. Стопы работают, как минимум. Так. Задний ход. Две лампочки. Ну, вот задний ход плохо реализован. Так. Теперь смотрим, что у нас с поворотниками. Да, поворотники работают. Именно в тюнинге не перепутайте правый с левым. Потому что если поставите два левых, то у вас будет только левый гореть. Хорошо. Теперь давайте посмотрим. Кабели у нас есть. Как у нас опоры анимированы или нет. Блин. С этим, с табличкой этой. Давайте вот так вот камеру прицепляем. Опоры у нас не анимированы. Видим, что они с позиции А сразу превращаются в позицию Б. Так, я снова отцепился. Давайте отъеду. Раз. Отъехали без проблем. Ничего за собой не потянули. Заправляемся назад. Наш трейлер. Все. Просто без проблем мы под него подъезжаем. Ну, а опоры хотелось бы, конечно, анимированы. Переходим теперь к следующему моду. Далее у нас идет набор трейлеров от Каста. Видим, что их есть несколько типов. Контейнеры, обычные трейлера. Есть даже вот такой вот автопоезд. Для любителей сложной игры. Ну, давайте на его примере посмотрим, как здесь у нас... Ну, это, наверное, плохой пример, потому что камера здесь будет плохо отдаляться. Просто хочу вам показать, как это все выглядит. Вернемся назад в конфигуратор. Длина 16, плюс 1, плюс 13. А где здесь плюс 1, я даже не знаю. Ну, довольно-таки длиннющая колбасина получается для любителей сложности. Давайте посмотрим простой вот такой вот. Посмотрим его конфигурацию. Вот, можно тот же автопоезд сделать. Далее у нас разные типы. Видим, что мы можем еще плюс к этому еще цеплять трейлер. Вот здесь у нас есть зацеп. Рефрижератор вариант. То есть вариантов тут достаточно много. Если взять, например, обычный шторник, к примеру. И смотрите, к нему также идут скины. Раз, два. Так, что-то вот эти не видно. Возможно, для других вариантов. Вальхала. Просто вак белый. И кастом колор. Давайте попробуем поменять тип. Например, на вот такой вот. И вот здесь уже полный размер. И здесь применяется этот скин. Так, по точкам. Смотрите, сколько есть здесь точек. Здесь мы можем добавлять вот такой вот термокинг, холодильник. Логотипы вак разного цвета. Заметьте, такое мы еще нигде не встречали. По фрейму разная раскраска идет. Плюс таглифт. Давайте посмотрим, как это смотрится. Вот так вот. Ну, достаточно неплохо смотрится. Так, так. Ну, я думаю, что здесь мы все рассмотрели. Сзади также много точек. Давайте пройдемся. Какие брызговички. Можно вот пейнт. У нас просто белого цвета наша раскраска. Хоть тут есть и какой-то логотип. Но основной цвет это белый. Также сзади можно добавлять логотипы вак. И разные фары. Можно фары свои, кастомные, ставить. И также номер ставится сюда. Вот такие виды бамперов задних. Но, к сожалению, нам придется тогда заново восстанавливать свет к этому всему. Сзади ставятся отражатели. Плюс наклейки. Вот такая вот штука. Давайте все-таки попробуем перейти к типу. Вернемся к типам. И перейдем к контейнеровозу. И его также рассмотрим. Вот такой вот у нас контейнеровоз. Тоже очень детальный. Отлично смотрится. Попробуем на него положить какой-то контейнер. Но это уже в игре. Видим, что по всем параметрам у нас только единичные экземпляры. В отличие от стандартных трейлеров. Точнее от стандартного типа трейлера. Раскраски здесь никакой нет. Просто red, вак. Что здесь red я не знаю. Давайте попробуем поменять цвет. Ничего кастомного я здесь не вижу. Ничего не меняется. Так что давайте ставим вак. И теперь пройдемся по точкам. Именно для варианта контейнера. Вот можно в paint покрасить. У нас red. Но на самом деле красный цвет мы выбрали. Поэтому будет красный. То есть если вы хотите, чтобы этот тулбокс был черным. То выберите кастомный цвет и установите черный. Дополнительное освещение можно поставить. Вот такое вынесенное. Далее у нас фендеры тоже можно поменять. Можно поменять их на красные. Так что подбирайте под цвет вашего грузовика. Скорее всего. Так. Сзади брызговичок. Давайте вак установим. Ну тут то же самое, что мы смотрели на стандартном типе. Также можно добавить табличку. И то же самое все повторяется. Так. Это мы уже добавляли. Все. Мы с этим всем разобрались. Внизу опоры. Тут только два варианта. Красится шасси. Все в красный цвет. Ну не знаю. Красный мне точно не заходит. Давайте будем смотреть черный. И переходим к грузам. Итак. Идем в раздел грузы. Здесь у нас должны быть контейнеры. На самом деле мы здесь наблюдаем палеты. Мне будет интересно, как они будут ставиться на этот контейн-навоз. Ну в виде обычного контейнера, я так понял. Ну давайте выберем вот это. Фуэл танкер. Блин. Давайте что-то поближе найдем. Потому что мне все-таки нужно будет. Роуд лэнч. Начинаем от самого мелкого. Ближе. Ближе. Вот этот самый. Ближе. Пластиковая. Ну я так понял, это пленка. В рулонах. Давайте ее выберем как точка загрузки. Пока еще не загрузился. Давайте покажу вам, как выглядит данный тип трейлера. Под контейнеры. Сейчас посмотрим даже, как у нас с освещением. Стопы работают. Задний ход. Аж 4 лампочки. Обычно по 2. Видим, что они еще и дублируются. Здесь с освещением все очень хорошо. Стопы. Еще раз. Поворотники в виде стрелочек. Очень хорошо видно. Не показываю вам ночью, потому что при переключении в консоли почему-то вылетает. Не знаю почему. Давайте переместимся, когда я уже буду с грузом. Итак, забираем груз. Выключили. Идет погрузка. Все. И вот так вот выглядит наш контейнер. Давайте я немножечко за поворотик выеду. Кабели у нас работают. Все хорошо. И как я и говорил, что сзади еще можно прицепить еще один трейлер. Ну, это, конечно, как-то дико будет выглядеть. Но на самом деле контейнер становится. Все очень хорошо. Теперь давайте проверим анимацию опор. Действительно анимированы. Попробую выехать из-под него. Без проблем. Заезжаю обратно. Так. Все цепляется просто отлично. И анимация есть. И переходим к следующему моду. Следующий трейлер. Это у нас Knapp NK 100. Он также был у меня на обзоре. Довольно-таки неплохой трейлер. Видим, что у нас есть шторный вариант. И вот такой экстрим. Я тестировал экстрим на своем обзоре. Давайте я его сейчас вскользь покажу. Вот так вот он выглядит. Вид сзади. Поскольку он был уже на обзоре, давайте будем смотреть шторный такой вариант. Ну, точнее, у нас сверху брезент. Вот так вот он выглядит. Достаточно детализированный. Обратите внимание, на шасси здесь очень много деталей. Так. И давайте посмотрим, какие здесь есть варианты. 4 метра. 4,2 плюс 0,15 дом. Давайте смотреть повыше. И вот это, я так понял, самый максимальный вариант. Ну, об некоторые таблички можно биться, конечно, с такой высотой. Особенно вот на карте Project Japan, по-моему. Там довольно-таки высоко. Давайте поставим 4,2. По сути, это только меняет высоту. И посмотрим, что у нас по шасси. 4 оси. Трехосные. 4 и 3 осные. Что у нас по раскраскам? Давайте смотреть. Здесь все-таки есть чем удивить. Смотрите, какие у нас есть. Это уже встроенные идут скины. Для них не нужно ставить отдельного файла, отдельного мода. Они уже встроены в этот мод, что гораздо удобнее, чем там пихать еще какие-то дополнительные моды на раскраску. Покажу вам скины все. Так. Вот такой вот. Довольно-таки разнообразные скины. Их очень много. Ну, давайте на этом остановимся. Цветастый такой скинчик. И переходим к внешнему тюнингу. Начнем с переду. Здесь у нас красится под цвет нашего скина. Черный почему-то пайнтед. Хотя у нас тут преобладает синий цвет. Ну, в черный я не буду красить, потому что плохо будет видно детали. То же самое с подъемным механизмом. И всем нашим шасси. Тоже его можно покрасить в черный. Так. Дальше у нас защита меняется. Разные варианты. По два тулбокса. Видим, что тут вариантов достаточно много. Согласитесь, довольно-таки богатый у нас мод. Ну, давайте два тулбокса, чтобы нагрузить наш компьютер. Добавляют маркеры по всему периметру. Практически спереди я их не наблюдаю, но сзади точно есть. Здесь у нас тоже небольшая такая защитка. Ее тоже можно покрасить, поменять вид. Давайте сделаем ее черной. Черная же у нас, да, впереди. Спереди черная, сзади тоже будет. По брызговикам вот такие вот варианты. И скания. Ну, не знаю. Можно и скания. Я, в принципе, на скане сейчас катаюсь. Пускай будет скания. Так, задние бамперы. Давайте смотреть, какие у нас варианты по освещению. Меняется полностью бампер, мы видим. Очень богатый мод на аксессуары, я вам скажу. Давайте вот такой поставим. Очень классно смотрится. Здесь у нас таблички, но их никак нельзя изменить. Здесь у нас кнопки и вот такой вот номер. Даже убрать, как мы видим, нельзя их. Так, следующая точка добавляет отражатели. Почему бы и нет, чтобы нас было лучше видно. Видим, что, смотрите, какая интересная штука. Здесь у нас поменялось, а здесь нужно менять отдельно, потому что будет не одинакового цвета. То же самое касается и защиты тут. Какую мы здесь поставили. Пейнт с двумя тулбоксами. Здесь симпл сайт стоит. Ищем пейнт с двумя тулбоксами. Вот это, по-моему, все. Теперь все по фэншую. Далее, чисто для галочки, посмотрим, что у нас с нашими грузами. Итак, идем в грузы. Находимся мы в Бресте. И видим, что здесь у нас уже палеты наши отсортировало. Медикан и Пипмэнс. Все стандартные грузы сюда подходят. Никаких проблем с поиском груза у вас не будет с данным трейлером. И теперь давайте посмотрим на него в игре. Итак, мы в игре. Давайте осмотримся вначале. О каких-то кабелях можно, конечно, говорить. Но их очень плохо видно из-за конструкции данного трейлера и дефлекторов нашей Scania. Давайте немножечко отъедем, чтобы видно было в парке. Пока что я только шины вижу. Нажимаем стопы. Стопы видны. Задний виден. Стопы, конечно, реализованы не так, как я хотел. Я думал, что все внизу будет целая полоска гореть. Но на самом деле это не так. Пробуем теперь поворотники. Поворотники отчетливо видно. С этим нет никаких проблем. Смотрим анимацию опор. Как бы мне выставить. Давайте немножечко полетаем. Чтобы видно было анимацию опор. И заодно, как он цепляется. Вот так вот выставим. Все. Теперь будет видно по нашим опорам. Да. Опоры анимированы у нас. Отъезжаем. Без каких-либо проблем. Выехалось под него. То же самое и с зацеплением. Раз. По высоте все подходит. Кабли подцепились. Вот такой вот мод. Довольно-таки неплохой. И переходим к последнему трейлеру для грузовиков. И напоследок такой вот необычный трейлер. Аэродинамик. Драйван. Видим у него также есть свой раздел. Вот его характеристики. Практически 14 метров. Давайте смотреть его конфигурацию. Как мы видим, что у него есть свои скины. Довольно-таки низкая посадка. Из-за чего я его не люблю. Потому что бьюсь постоянно. Все. Но выглядит довольно-таки футуристически. Особенно задние габариты. Посмотрите. Это просто прелесть. Есть, конечно, любители данных трейлеров. Давайте посмотрим, что у нас по типу шасси. По нашему кузову. Черный. Вот можно сделать такой металлик. Это вообще-то должно в окраске идти. Но металлик, ну уж слишком серьезно отражает. Тем более, это отражение не очень такое хорошее. Или же черную покраску. Если вы любители такого цвета. По шасси у нас трехосный вариант. Потому что шасси здесь практически не видно. И смотрим, что по раскраскам. Раскраски идут и на Scania. И также на Mercedes. Я выбрал для обзора Mercedes. Вот такой. И смотрите, скин довольно-таки подходит. Просто нужно посветлее. AeroLines. Так, сейчас попробую подобрать. Ну, наверное, вот такой вот. Давайте с логотипом Mercedes возьмем. Вот так вот у нас будет выглядеть скин. Есть скины с металликой краской. Есть те же самые варианты под Scania. Ну, мы выбрали Mercedes. Теперь переходим к нашим аксессуарам. Так, уберем нашего Mercedes, чтобы не мешался. Что у нас здесь. Здесь можно поместить логотип. Или же Scania, или же Mercedes. Scania не дает ставить. Потому что у нас неправильно выбранный скин. Вот такая вот история. Но это очень так знаково, я бы сказал. Ну, давайте этот значок поставим. Внизу что мы можем менять? Тоже под цвет не сможем. Сделать хромированный. Черный хром. Карбон даже можно сделать. Ну, давайте сделаем в Paint, чтобы все смотрелось одинаково. Наши боковые юбки тоже можно красить. Пластик можно сделать черные. Можно сделать все в металлик. Если вы делаете металлик, то это нужно обязательно сделать. Так, что у нас здесь по точкам? Это у нас шины. Но их практически не видно. Но если вы не хотите, чтобы были какие-то надписи, можете поставить другой тип шины. Вот эта полоска у нас светится. Блинкер Orange. Оранжевым цветом. Transparent. Carbon Fiber. Просто полоска. Но давайте все-таки сделаем оранжевую такую полоску. Так, следующая точка у нас здесь. Она добавляет уголки. Ну, я считаю, что уголки здесь не нужны. Они только портят. Здесь все, я их убираю. Так, внизу эта часть у нас тоже можно красить. Или же менять материал. Так, ничего ли я не забыл. Центральная часть также меняется в Paint. Давайте оставим. И переходим назад. Что по нашим цветам? Можно менять разные цвета. Ставить просто красный весь. Но мне нравится All Colors. По фарам тоже можно менять. Ихняя форма меняется. Можно добавлять точки света. Ну, давайте оставим Triangle. Потому что они выглядят максимально футуристично. Так, кастомную можно ставить номерки. Можно еще добавить точки света. Заходим сюда и видим, что у нас есть вот такие точки света. Давайте одну поставлю. Посмотрим. Вот такой вот кругляш добавляет. Ну, смотрится неплохо. Неплохо. Ну, давайте по одному добавим. Или через один даже. Через один просто для иллюминации. Так, все. Следующая точка у нас меняет материалы. Вот этого задка тоже можно сделать. В Paint, в Chrome. Ну, давайте в Paint поставим все. В общем-то, каждая деталь здесь красится. Так, вот эта окантовка нашей задней двери. Также можно менять. Ну, давайте красную поставим. И вот ручки тоже. Они сделаны хромированные. Тоже можно сделать пластиковые в цвет. Ну, давайте оставим их хромированные. В целом, довольно-таки необычный. Необычный такой у нас получился трейлер. И он довольно-таки частенько обновляется. Что очень хорошо. Теперь посмотрим, что с грузами. Переходим в разделы грузов. Видим, что грузы уже есть. Выбираем Breast. В Breast тоже можно взять грузы. Грузы не свои, стандартные. Что очень хорошо. Значит, у вас не будет никаких проблем с забором груза. Теперь посмотрим на него в игре. Итак, мы в игре. Ну, посмотрите на этого красавца. Выглядит просто великолепно. И скин тоже зашел под наш грузовик. Давайте немножечко отъедем, чтобы видеть задние габариты. Давайте, наверное, включу ночь все-таки. Итак, ночь. Стопы. Стопы видны. Задний ход. Видим, что и треугольники, и полоски светятся. То есть, никто не пропустит, что мы сдаем назад. Очень хорошая иллюминация. Смотрим, что по поворотникам. Поворотники, смотрите, вверху уголки и внизу треугольник горит. Очень классно смотрится. Очень технологично. Включаем обратно день. Применим свободную камеру. Нам нужно посмотреть, что у нас с опорами. Но я знаю, что опоры там практически не видны. Кабели видим, что зацеплены. Но опоры мы, наверное, не сможем посмотреть. Потому что, если они там и есть, то они слишком-слишком низко. Давайте просто отцепимся и отъедем от него. Так. Да, опоры анимированы. Я их уже увидел. Отъезжаем. Видим, что немножечко низко находится наш трейлер. Попробуем назад заехать. Аккуратненько. Не поцарапайте. Все. Теперь можно цепляться. Да, немножечко он низко находится. Чтобы идеально просто заходило. Вот такой вот трейлер у нас получился. Ну, довольно-таки неплохой. Что мы дальше посмотрим? По трейлерам для грузовиков я уже показал. И бонусом еще будет трейлер для легкового автомобиля. Поехали. И бонусом мы сегодня посмотрим трейлер для легковых автомобилей. Как вы знаете, при обзорах легковых автомобилей я всегда сравниваю и подбираю их под дом на колесах. Здесь у нас трейлер немножечко другого типа. Еще один минус данного трейлера, потому что он заменяет стандартный трейлер. Что я считаю, что не очень хорошо. В нынешнем обзоре у меня был такой трейлер для грузовиков. Теперь это для легкового автомобиля. Так что смотрите, сами выбирайте, что для вас важнее. Трейлер стандартный или же такого типа трейлер для легковых автомобилей. Давайте его осмотрим. Вот такой вот трейлер. Затентованный. С запасочкой. Запасочка немножечко овальная выглядит. Конечно же. Давайте посмотрим, что по опциям. Видим, что все в единственном экземпляре. Почему-то второй вариант подымает колеса. Ну, я так понял, это если есть какие-то нестыковки по высоте. Но если они есть, обычно это не помогает. По цветам мы тоже не можем ничего красить. Та же самая история в доме на колесах. Только вот такой вот бледно-серый цвет. И что по точкам мы можем менять колеса. Видим, что здесь стоят стандартные. Они выглядят такими маленькими, потому что этот трейлер довольно-таки немаленький сам по себе. Ван стд диски используются. И сзади мы ничего не можем менять. То есть тут у нас как бы точка под таблички, я так понял, задумывалось. Или же под бампер. Но сколько уже мод этот существует, эта точка не меняется. Итак, давайте посмотрим, что у нас с грузами. Как вы видите, для теста я уже выбрал легковой автомобиль. На самом деле, очень сложно подобрать данный. Но посмотрим его уже в игре. Смотрим на грузы. Так. И видим, что в виде палетов, это стандартные грузы, мы можем в этот трейлер загружать. Не имеет значения, какие грузы. Но все равно главное, чтобы на легковых автомобилях мы могли перевозить грузы, а не только пассажиров. Теперь перейдем к игре. Итак, мы в игре. Вначале о автомобиле. Как я и говорил, очень сложно найти автомобили, которые нормально зацепляются с трейлерами для автомобилей и с домом на колесах. Потому что, во-первых, чаще всего не совпадают по высоте, по расстоянию. И в большинстве их нету зацепов. То есть, нету фаркопа. Банально, его нету и все. Вот этот автомобиль вполне себе нормально цепляет как вот этот трейлер, так и дом на колесах. Это автомобиль Volkswagen Voyager. Ссылочка будет в описании, так что вы его не пропустите. Могу даже показать мельком, как он изнутри выглядит. Обзор у меня есть на этот автомобиль, так что смотрите на здоровье. Итак, смотрим, что по зацепу. Видим, что идеально все зацепилось. Давайте немножечко даже проедемся. Видим, что даже гуляет немножечко. Попробуем отцепиться. Естественно, опор здесь никаких нету. Так, отцепились. Видим, что по высоте он выше находится. Теперь цепляемся назад. Все замечательно цепляется. Вот такой вот трейлер для легковых автомобилей. Единственный его недостаток, это, наверное, то, что он заменяет стандартный трейлер. Так что смотрите сами, надо ли вам это. Или же можете использовать дом на колесах, который идет абсолютно автономный и ничего не заменяет. И небольшое отступление для тех, кто любит сложности. Мод Unlocked Double Trailers. С помощью этого ввода вы можете использовать любые сдвоенные прицепы WBW и HCT во всех странах ЕС. И мало того, вы можете держать их в любых гаражах. Я вам дам ссылку, она будет под видео, в описании. Так что качайте, если вы любите такие сложные штучки. Дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, мое видео было для вас полезно. Я на него потратил очень много времени. Из всех рассмотренных трейлеров претензии, конечно, есть к чему предъявить. Некоторые трейлера, как и последний вот этот для автомобиля, заменяют стандартные трейлера. Это тоже нехорошо. Просто автор еще не научился делать их полностью автономными. Спасибо, что посмотрели мой обзорчик. Не забудьте прожать лайк и подписаться на это видео. Это поможет другим посмотреть тоже это видео. До новых встреч. До новых встреч.